Всем привет, меня зовут Абди Кремферлан и как обычно мы разговариваем о том, что было на прошедшей торговой неделе и обсуждаем, какие перспективы нас ждут на этой неделе. Ну, на самом деле, в прошедшей неделе было довольно насыщенное событие. Центральных событий было несколько. Это, во-первых, конечно, ожидание ураганов, тех ураганов, которые сейчас направляются на Соединенные Штаты. Вторая такая новость, которая давлела над рынком, это напряженность между Северной Кореей и США и с остальным миром. И третья новость, это новость о снижении ожиданий по повышению ставки в этом месяце. Что ж, давайте приступим. Если говорить о ставках, то всю неделю мы наблюдали такую очень интересную игру. То есть, представители ФРС начали словесными интервьюенциями говорить о том, что повышение ставки может не очень хорошо повлиять на восстановление экономическое. Один из председателей ФЕДа, одного из Федерального банков заявил о том, что повышать преждевременно, пока мы не увидели восстановление инфляции, которое за последнее время, по его словам, мы видим некий признак торможения инфляции. То есть, короче говоря, вся хриторика исходит с тому, что, наверное, сейчас слишком рано и особенно это происходит, то есть сейчас на сентябре будет заседание и перед этим заседанием такие мощные интервенции говорят о том, что, скорее всего, в сентябре этого не произойдет. Ну и рынок фьючерсов предугадывает, то есть, исходя из котировок фьючерсов, на процент ставки мы видим, что, наверное, всего одно повышение будет в этом году и, скорее всего, это будет не в сентябре, а, наверное, в декабре. В начале этой недели текущий индекс S&P уже обновил максимум предыдущей недели и, скорее всего, мы можем увидеть в ближайшие недели новый максимум по индексу S&P и, соответственно, те сектора, которые были слабее рынка, они, наверное, будут наравне с рынком, а, возможно, и лучше рынка пока с динамикой. Ну, если говорить, кстати, о секторах, то за прошедшую неделю рост наблюдался в секторе здравоохранения. Мы, кстати, несколько идей выделяем из этого сектора. Также, ну, в то же время, кстати, корректировался технологический сектор, корректировался сектор финансовый, банки были под давлением. Ну и, в целом, большинство бумаг S&P в среднем были в отрицательной территории, кроме, как я уже сказал, это здравоохранение, то есть там IBB, Tefno, IBB довольно неплохо себя показывает, тестирует локальный максимум, его можно, кстати, рассмотреть как идею. Затем нефтянка также неплохо себя показывала, ну, вот на фоне роста цен на нефть, на фоне тоже те же самых ураганов, ну и статистики по запасам. Теперь давайте поговорим о бумагах, которые показали довольно сильный ход либо вверх, либо вниз, но мы начнем, конечно, с самых растущих бумаг, за которыми следим за прошедшую неделю. Конечно, GoPro было центральным событием, так как бумага выросла практически на 15%, это произошло на пересмотре гайданса, то есть прогноза на следующий квартал, плюс аналитики JP Morgan повысили целевую цену до 15 долларов, а это существенно-существенная премия в текущей рыночной цене, ну и акция начала довольно неплохо расти, и сейчас статирует максимумы. Вторая бумага, которая также нас приятно удивила, это Cloudera. Отчетность была лучшей ожиданий, бумага выросла, и, в принципе, мы не включаем, что это еще не весь рост, и можно ожидать также подложения этого ралли. Ну и третья бумага, которая выросла, скажем так, без особо каких-то новостей, даже было немного негатива, но несмотря на это она продолжает расти, это Snap. По Snap мы увидели после коррекции на предыдущей неделе, то есть в начале предыдущей недели она корректировалась, но последние дни недели Snap начал расти, и, в принципе, мы можем ожидать, что она прямо находится перед тем уровнем, если в том случае, если она пробьет, то мы можем видеть дальнейшее еще более сильное быстрое восстановление по Snap. И, на наш взгляд, есть некий негатив в бумагах IPO последних, это по Blue App, но по Team 3 конечная ситуация немного хуже, но, тем не менее, нам кажется, что они находятся в той точке, в которой находился Snap ранее, и затем эта ситуация разрешилась для Snap довольно позитивной, и мы ожидаем, что по Blue App оно, в первую очередь, наверное, подтинкнет немного позже, но мы пройдем через все те же самые фазы сценария восстановления после коррекции, ну, после IPO, так как потенциал роста все-таки сохраняется, на наш взгляд. На ближайшую неделю мы выделяем ряд идей, в первую очередь, конечно, из сектора зоохранения, это ETF на биотехнологии IBB, которая довольно неплохо смотрится, при этом мы также выделяем L-Lily, эта бумага приближается к тому, чтобы сломать downtrend, то есть канал, коррекционный канал, в случае, если она сломает, мы можем видеть выход на новые более высокие уровни. Также мы, наверное, выделим Hilton, то есть бумага из гостиничного сектора, ну, технически очень неплохо смотрится. Среди бумаг, которые корректировались, которые не находятся в тренде, а, наоборот, находятся где-то у локального дна и готовы развернуться, мы, скорее всего, выделим Kraft Heinz, то есть мы считаем, что коррекция во многом локальная, именно она уже близка к своему исчерпанию, к истощению и может начаться растущее движение, то есть, в принципе, это неплохая возможность взять в среднесущий портфель бумагу, обладающую довольно солидным потенциалом ростом. Две бумаги, о которых мы уже говорили в сегодняшнем обзоре, это GoPro. Бумага, несмотря на свой рост, обладает еще потенциалом, но, на наш взгляд, и мы рекомендуем входить в нее по пробою ближайшего уровня сопротивления. Также, ну, на теме урагана Home Depot приблизился к своему локальному максимуму, и мы также рекомендуем покупать по пробу этого максимума. Довольно интересная идея и подкреплена таким неплохим новостным фоном. В целом, по индексу S&P мы ждем локального обновления максимума, который мы уже давно ожидали, то есть индекс в прошлый раз пытался это сделать, но не получилось. Теперь вторая попытка нас ожидает, и мы считаем, что все-таки она, наверное, должна будет увенчаться успехом. Ну, и, в принципе, сентябрь может стать таким довольно интересным сезоном для рынка акций. Уровень 2480, на наш взгляд, будет пробит. Мы ждем восстановления в банках, в технологическом секторе. Ну, то есть, в принципе, все те сектора, которые были хуже рынка в последнее время, и где есть определенные источники роста, они, скорее всего, будут расти. Ну, и, как я уже говорил, те идеи, которые перечислил, ну, мы считаем, что они довольно интересные, можно будет тоже в них входить. На сегодня у нас все. В связи с этим на следующей неделе. С вами был Абди Кринферланд. Спасибо за внимание.